друзья всем привет серферы безделики девианты я в харькове моем родном городе где я жил и учился он сзади мой любимый университет где я учился имени каразина и я сегодня вам расскажу почему стоит приезжать харьков потому что на мой взгляд это один из самых недооцененных городов украины ну во-первых харьков стоит приехать только для того чтобы убедиться в том что вы лыко будив листва працю я да да я не оговорился действительно за последние пару дней проехав тысячу километров по украине в том числе и в харьков я могу сказать что дороги строятся очень серьезно даже в самой такой запущенной глубинке сегодня появились дороги которых там 30 лет не было и это конечно несомненный плюс который себе запишет в карму зеленский чтобы как бы я его там не критиковала или криком и не критиковали другие но это объективная реальность и вот когда я ехал харьков то могу сказать что у меня у меня иногда временами было впечатление что это обеду где-то по чехии там или соваке или какой-то другой европейской стране потому что трасса сегодня но практически отлично на большей части пути до полтавы просто великолепная двухрядка за полтавой двухрядка строится и ну и строится капитально основательно фактически там километров 50 перед харьковом еще старой дороги но она вполне сносная и думаю что там спустя год у вас харьков будет вести двухрядное шоссе поэтому можно спокойно ехать на своем автомобиле вместе с семьей и ну вы вы по крайней мере будете наслаждаться комфортной дорогой и неплохими видами которые там есть по сторонам вот это первая составляющая вторая составляющая сам харьков сам харьков для меня как для автомобилиста это город в котором еще осталась какая-то свобода после киева всего но просто сумасшедшим трафиком значит тварями эвакуаторами и вообще политикой которая направлена на то чтобы максимально обилетить значит автомобилистов харьков выглядит просто раем это рай ребята тут посмотрите машины парковки моря вот можно спокойно ставить машину там у обочины и эвакуатор не приедет или заберет там под каким-то ладуманным предлогом да тут есть конечно же свои луансы как везде парковка 5 гривен в центре ну это смешно для для киевлян которые уже давно тратят там по 200 300 400 гривен в сутки там для того чтобы в центре там поставить свою машину ну харьков это этап это просто рай значит это такая вторая составляющая то есть если хотите вспомнить свободу вы автомобилисты хотите вспомнить свободу как это было когда-то то харьков этом плане хорош и хорош еще тем что здесь нет такого трафика как в киеве потому что ну и в реально перетяжелен хотя в харькове тоже думаю будет со временем то же самое когда увеличится количество автомобилей и они если они не решат проблему с инфраструктурой то у них будет все точно так же но пока что пока что the best харьков конечно же пленяет своей такой основательностью спокойствием опять-таки после киевского темпа жизни когда ты выходишь ночью на сумскую и идешь и практически нет людей все очень тихо спокойно то сравнивая с крещатиком где всегда толпы народу где а значит много всех национальности людей которые со всего мира там приезжают где шум гам то харьков конечно же стал провинциальным это и минус ему но с другой стороны если вы устали от шума то харькове его точно меньше и это все накладывается на третий плюс в харькове полно классных ресторанов и вообще здесь любят хорошо поесть со вкусом с креативными названиями с креативными подходами и в этом плане харьков конечно мог бы быть такое гастрономической столицей которая стандартской столицы украины украина вообще гастрономический свой потенциал очень плохо раскручивает хотя там поездил по десяткам стран мира я могу сказать что наша кухля одна из лучших в мире но не только как собственно говоря национальная кухля а как и ваша способность самые различные кухли мира у нас здесь воспроизводить на высоком уровне и поэтому украина конечно бы же могла бы привлекать миллионы туристов раскручивая именно вот этот вот гастрономический потенциал и харькову бы здесь тоже нашлось место четвертая составляющая то то что у харькова своя уникальная архитектура несмотря на то что во время второй мировой войны он был очень разрушен очень основательно он приходил из рук в руки поэтому конечно история не пощадила этот город но с другой стороны отстроенный после войны он приобрел свои уникальные уникальные черты которые накладываясь на дореволюционный купеческий шарм харькова придают ему неповторимую неповторимый архитектурный аромат и это не стыдно показать тем более что опять таки при всем при всех недостатках покойного кернеса нужно признать что ну харьков выглядит очень неплохо то есть подсвечен чистый прибранный появились какие-то новые дорожные развязки там как бы до улицы перепроектированы я когда вот ей ну я не так часто сейчас бываю харькове но я когда езжу то некоторые места я просто не не узнаю на алексеевке на той же самой где мы там в общежитии жили студенческом я первый раз когда подъехал то я просто не мог понять где оказался вот не ну поэтому город выглядит неплохо неплохо это 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 действительно так вот смотрите как памятник ленина убрали как 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 сделали какое архитектурное решение нашли он видите сзади вот там вот был памятник ленина такие столбики поставили вот поэтому только приехать посмотреть на эту самобытную архитектуру советскую царскую там дореволюционную сюда сюда стоит это такая альтернатива львову альтернатива киеву альтернатива одессе причем неплохая альтернатива как я уже сказал значит еще одно преимущество харькова в том что здесь и вокруг есть что посмотреть шаровка тоже самое хотя и широкая которая правда там не очень приглядном виде но в принципе у нас все все исторические памятники не в самом лучшем приглядном виде вот и хорошая природа северский донец леса возле в районе там змеева то есть конечно же если бы харьковские власти взялись за пиар города и обратили на него свое обратили на него внимание да даже переключив допустим те же самые потоки которые сейчас пошли из арабских стран киевских туристов которые на выходные любят куда-то выезжать там едут во львов там или куда-то на западную украину то ну если бы правильно начали пиарить то я думаю что харьков бы тоже здесь свое получил ну и наконец конечно же харьков это студенческий город здесь очень много молодежи по-прежнему до образование как и везде она постепенно теряет свое качество которое было раньше но тем не менее в харьков по-прежнему город молодежи это очень четко видно чувствуется на улице ну и последний последний значит стрих это конечно же индустриальный потенциал харькова вот эти какая гостиница сзади свежачок ну как относительный свежачок уже современная была построена не знали 10 назад и индустриальный потенциал огромный потому что он полятно постепенно разрушается но turbo там еще остался еще там как-то дышит вот другие и другие заводы значит как-то вы карабкаются выживают вот то есть это уже там для инвесторов там для для тех кто интересуется экономикой конечно интересно но это тоже несомненная фишка харькова это индустриальный город я бы назвал полуиндустриальный в текущих условиях вот вот здесь стоял памятник ленину видите сик транзит gloria mundis да так проходит мирская слава вот и нет ленина все меняется все течет вот так что вот такие делишки дорогие мои приезжайте в харьков кто не был советую украине много интересных мест и я буду по возможности рассказывать о них ну пока обнимаю целую привет из харькова